привет всем ребят как дела у вас спасибо большое хочу вам сказать за все ваши комментарии лайки подписки меня последнее видео прям так хорошо заходят все благодаря вам и пожалуйста продолжайте продолжайте все делать это может пересылать видео кому-то другому чтобы видео за веру селись и показались большему количеству людей это значит что я могу приносить пользу большему количеству людей мне это очень важно ну и очень приятно сегодня у нас одно интересное видео будет это меня побудило снять это видео потому что несколько раз у меня попадались такие клиенты которые не так давно приехали в штаты из постсоветского пространства и спрашивали вопросы кать а я покупаю недвижимость как я вообще могу быть уверен что там нету никаких что там выписали всех жильцов что-то мне не найдутся какие-нибудь там наследники скрытые как вообще понять что это все легально то что мы тут делаем по-быстрому если ответить что мы живем не в постсоветском пространстве а в сша и здесь все легально здесь все делается по закону и чтобы тебя там какие-то мошенники обманули и ты думал что ты купил дома ты не купил дом но я из честно только в газетах иногда там такое что-то почитаешь это когда что такое происходит это прям сенсационная новость которую по всем штатам по новостям показывают вот но если более конкретно рассказать уже давайте я вам сейчас несколько пунктов расскажу вообще что нужно делать и как вообще обезопасить себя от незаконного переоформления вашей недвижимости в сша ну опять же сносочка такого фу-фу-фу я надеюсь никогда не произойдет но если вдруг давайте вам пару моментиков расскажу во первых вы можете периодически проверять ваш тайтл то есть посмотреть ваш грант диды посмотреть на кого записан дом это публичная информация если у вас нету к ней доступом и вы находитесь например бери в калифорнии вы всегда можете попросить меня я вам найду эту информацию расскажу ну или я если честно точно не знаю но я думаю должны быть какие-то сервисы где ты можешь получать уведомления если ваш тайтл будут внесены какие-нибудь изменения там точно так же как знаете если ваш social security где-то что-то проверяет вы можете в кредитное бюро поставить там какое-то оповещение то же самое я думаю должны быть какие-то сервисе но если честно я не знаю если вы знаете напишите в комментариях и мне самой будет очень полезно ну и следующий пункт конечно очевидны не подписывайте ничего что вы не знаете что там написано особенно если вас там давят заставляют побыстрее побыстрее что-то подписать пока вы не убедитесь что тут все легально что и вы знаете и понимаете что вы подписываете не подписывайте если это что-то связано с недвижимостью опять же бери можете мне прислать документ я посмотрю и в принципе могу вам посоветовать и объяснить если это легитимный документ или нет дальше что у нас ну конечно же если мы бери в калифорнии покупаем недвижимость да и в любых других штатах помимо escrow у нас есть еще тайтл тайл компания то что они делают они проверяют вот этот дом который покупаете как раз вот на всякие скрытые долги на наследников там что на этом доме висит какие-то клейм сможет быть может там кто-то кому-то контрактору не заплатил пять лет назад и контрактор повесил клейм на дом то есть это соответственно это значит что пока в этом контрактору не заплатите или не договоритесь с ним то дом невозможно продать потому что на нем вот это вот висит или даже можно туда повесить например если кто-то алименты на ребенка не платил очень долго то на дом можно повесить или вы налоги там не платили или мусор не платили то все можно повесить на дом и вот эта титульная компания title компании они на это все конечно же смотрят и они должны убедиться что это все будет оплачено или убрано из этого title report до того как вы получите дом вы скажете на рано или спросите а как мне найти хорошую титульную компанию в там с лицензией как я знаю что они не мошенники этим всем занимается ваш риэлтор то есть я знаю эти компании pbx сотни то они все одну и ту же функцию выполняют и я со многими работаю поэтому тут как бы просто полагайтесь на вашего риэлтора он вам скажет с какой компании вы будете работать дальше у нас интересный пунктик потому что некоторые опять же там всякие хейтеры и комментаторы пишут которым типа на зачем нам риэлтор я без риэлтора все знаю типа я хочу купить дом без риэлтора ну окей вы хотите купить дом без риэлтора вы должны значит продавцу какой-то контракт предоставить продавец должен вам предоставить какие-то документы вот как вы будете знать что эти документы легитимные что там все легально что вас никто там не обманет ну без риэлтора мне кажется очень сложно сделать особенно без титульной компании без escrow тем более вот поэтому ну конечно сто раз нужно перечитать все документы и знать что вы подписываете title insurance у нас и конечно есть эта страховка вот как как на титул которая защищает вас если вдруг мало ли что там через пять лет найдется какой-нибудь там наследник эта страховка на самом деле не обязательно то есть вы когда берете ипотеку там даже пишут что можно ее не покупать а если вы ипотеку не берете то тем более тогда но я очень настоятельно рекомендую пожалуйста ребят да она там стоит у нас бери там тысячу долларов около того ну обязательно обязательно я настоятельно рекомендую ее иметь казалось бы когда вы мне скажете кати ну мы же сша покупаем недвижимость ты же нам сказала что вот эти титульные компании делают проверки на всех там на все долги на всех наследников чтобы ты купила дом с учительным без всего этого зачем нам тогда страховка да я так сказала но бывают случаи когда эта страховка нужно приведу несколько примеров например мы покупали вот тут с клиентами дом и вдруг вот во время этого того что титульного этого поиска всего да мы обнаружили что там как это что там они написали даже не помню в общем они что-то там написали на домовладельца что он там когда-то где-то что-то там ремонт не так что-то сделал и они как какой-то чем красный флаг на на этот титул по положили а а продавец гривен ничего такого не было я же покупал то есть там было написано что это было сделано еще там в каких-то не знаю восьмидесятые годы когда домовладелец в этот продавец еще даже не владел домом и и он тогда говорит такая же купил это дома этого не было не было этих вот этого параграфа в этом отчете почему сейчас появился вот вот почему он у него была эта титульная страховка в которую он обратился они там где-то что-то посмотрели почитали скажут все окей все это убрали мы смогли закрыть сделку без проблем сейчас тоже такая интересная ситуация я хочу купить один дом в рассказывают опять же видите чем не скрывать он вне рынка этот дом я хочу купить там проект но мы тут недавно обнаружили что дедуля который продает этот дом что там объявился какой-то там старый наследник потому что у дедушки умерла жена и короче дедушка должен переехать там дом престарелых сам за себя сама себе заботиться не может и продает дом и какой-то там наследник и узнал что умерла жена и что он продает дома и начал говорить что типа я там хочу часть этого дома или часть денег с этого дома поиметь ну опять же конечно дедушка я думаю тут и юриста-то в принципе нужно нанять ну я думаю это страховка тоже ему должна помочь соответственно мы пока этот дом я пока этот дом купить не могу пока там все не разрешится но я думаю в этом случае эта страховка тоже будет очень важна и вот я между прочим сейчас тоже пытались консультацию с юристом получить чтобы посмотреть а что если я все-таки куплю этот дом что будет какие какие могут быть последствия если этот наследник все-таки подаст суд и чего будет дальше вот расскажу вам если вам интересно пишите в комментариях может я вам об этом еще отдельно видео запишу ну естественно небольшой дисклеймер что я ребят не юрист я не адвокат я не могу давать никакие юридические советы поэтому как бы самая главная мысль такая что если вы подозреваете какое-то мошенничество то в первую очередь конечно обращайтесь к юристу по недвижимости если вам нужны какие-то контакты по брей то рада помочь рада поделиться надеюсь конечно вам не нужны будники юрист ну и смотрите давайте так если все-таки что-то такое случилось что делать во первых как я вам уже сказала обращайтесь конечно в первую очередь к юристу и как можно раньше потому что зачастую время может стоить вам еще больше денег то есть чем раньше вы предпримите какие-то действия обратитесь к юристу в первую очередь если вы уже купили недвижимость вы можете обратиться вот в эту title компании в эту титульную компанию которая вам предоставляла страховку туда обратиться можно ну и конечно же своему риэлтору тоже сказать потому что риэлтор может посоветовать что делать дальше то есть кому обращаться как писать заявление так далее собирайте все документы ну или храните все документы которые у вас были при продаже покупки недвижимости если что у нас в калифорнии закон что я как риэлтор обязана хранить все документы о моих сделках как минимум три года конечно сейчас двадцать первом веке у нас уже есть уже clouds где это все онлайн хранится и можно уже хранить не три года больше что раньше раньше у нас это все хранилось в офисе в бумажном виде и вы не понимаете сколько это я просто ящики ящики вот этих бумаг потом мы смотрели что окей там три-четыре года уже прошло мы вызывали компанию с большим таким индустриальным шредером ну потому что там же много конфиденциальной информации который приезжал это все в шредер туда короче выкидывал сейчас конечно на клауде в облаке это можно хранить гораздо дольше так много места не занимает вот ну конечно помимо этого опять же я бы вам советовала хранить все документы а особенно это контракт о купле-продаже то есть это ваш оффер purchase offer и ваш грант deed это документ который показывает кто владеет дом этот документ в принципе я знаю что люди могут потерять но это публичная информация опять же то есть если он вам нужен обращайтесь я вам могу его предоставить абсолютно бесплатно мне только нужен адрес ну этот дом должен быть как в калифорнии то есть других доступ к другим штатам наверно меня не будет еще наверно конечно же дельный совет никогда не общайтесь с другой стороной напрямую лучше всего чтобы это делал через вас ваш адвокат ну и конечно же ничего не не общайтесь по телефону все должно быть в имейлах или в письмах короче в письменном виде что потом можно использовать как доказательство потому что если вы по телефону что-то там обсудите то это понятное дело что потом никто же ничего не узнает но и будьте терпеливы к сожалению такие все вещи и могут занять месяц-два может и год и два и поэтому да знаете что то что это может занять время и будет стоить вам каких-то денег любом случае конечно же конечно же я надеюсь что с вами этого не произойдет что у нас в штатах в принципе все делается легально но если вы знаете о таких историях может истории ужасов каких-нибудь расскажите в комментариях будет интересно послушать не обязательно даже здесь штатах может других странах может постсоветском пространстве там конечно таких историй миллионы просто здесь с этим гораздо все строже как я уже сказала спасибо еще раз большое заходите ко мне на следующей неделе у меня еще одно полезное видео выйдет все всем пока пока